Кто бы мог подумать, один из самых таких вот незрачных и наверное сильно критикуемых танков стал настоящий имбой и теперь он желаем многими. Поэтому ребята у вас есть еще возможность, можно так сказать один из последних шансов в ближайшее время получить этот имбовый танк. И я крайне рекомендую вам это сделать, потому что в будущем получить этот танк можно будет наверное, но гораздо сложнее, да и ждать придется. Так что сейчас просто оптимальные возможности для этой имбы. Спонсор видео сайт вотки.ру, на данном сайте ежедневно проводится розыгрыш 5000 золота, есть интересная реферальная программа, которая позволяет бесплатно выигрывать голду. Можно открыть кейс от 100 рублей и падают оттуда премиум танки и огромные суммы в голде. Ссылка на сайт есть в описании вместе с промокодом. А вот и победитель в прошлом видео, который выигрывает заветную голду. Спасибо ему за участие. Тоже хочешь выиграть голду? Ставь лайк, подписывайся на канал и в комментарии указывай ссылку на профиль вконтакте. И вот победитель прошлого видео. Итак, ребята, сегодня поговорим о новом танчике, который вот начал появляться в рандоме. Называется он Т-95ФВ4201 Чифтейн. Ну, я думаю, большинство его просто будут называть Чифтейн. И этот танчик, я считаю, очень и очень хорош. И главное, что он недооценен. То есть многие почему-то сочли этот танк, ну, таким вот посредственным. Хотя я лично так не считаю. И посмотрел еще и реплеи этого танка. И понял, что он весьма даже хорош. И сейчас я объясню, почему. И я рекомендовал бы взять именно его. Есть, конечно, еще Объект 907. Он тоже очень предпочтительный. Но я думаю, спрос на этот танк будет максимальный. Если вы его в аукционе будете покупать, то придется раскошелиться. Чифтейн новый танк. Тоже на него спрос будет большой. Но, я думаю, поменьше, чем на Объект 907. Хотя, конечно, тут я могу ошибаться. И что же есть хорошего у этого танка? Во-первых, основное пробитие снарядом у него 270. Что на самом деле просто офигенно. Я считаю, что для этого танка это просто офигенно. Потому что 270 пробитие позволяет вам без проблем пробивать любую десятку. Если выцеливать слабые места. То есть, конечно, в руку Е3 или в башню того же Е7 пробить очень сложно. Но таким снарядом и вообще не пробьешь. Потому что это там броня зашкаливающая. Но, ребята, учтите, что этот танк апнули еще. То есть, изначально у него было бронепробитие голдой 310. Но его апнули до 322. Если бы оставили 310, то 310 это такое вот значение. Оно скользкое, на самом деле. Скажу я вам. Ну, кто понимает, о чем ее, тот сразу, ну, в общем-то, вникнет в суть. Говорю я о том, что 310 это уже пробитие такое вот. Можно не пробить, например, башню Мауса. А можно пробить. А 322 это уже такое очень хорошее пробитие. К тому же у этого танка, насколько я помню, подкалиберы головы снаряда. Это, конечно, просто офигенно, я считаю. Ко всему прочему, у этого танка неплохой ДПМ и неплохая альфа. То есть, у него такое вот, ну, довольно вот хорошее сбалансированное пробитие альфа и ДПМ. То есть, нету каких-то перекосов, куда-то там, нету там пробития 340. Нету там сверх ДПМ, ДПМ в стоке 2622, хотя у некоторых танков их 3000. Но тут тоже неплохой ДПМ при альфе 440. Вот если сравнивать с тем же Е5 или Суперконем, ну, потому что этот танк чаще всего с ним и сравнивают, то тут альфа большая. Да, тут нету ДПМа, как у Суперконя, но при этом ДПМ хороший, альфа тоже весьма даже офигенный, лучше, чем у Суперконя. Также еще что стоит отметить, расширение круга разброса от поворота башни на максимальной скорости было 2.95, стало 3.16. Тут этот танк нерфанули, но не очень сильно. Расширение круга разброса от поворота на максимальной скорости было 4.03, стало 4.43. Да, немножечко нерфанули стабилизацию этому танку, но при этом скорость поворота башни сделали 31.3, а было 29.2. То есть апнули, скорость поворота ходовой было 30, стало 33, что тоже ап и весьма неплохой. И, в общем, ну, могу сказать, что танчик, ну, хуже не стал. Я бы сказал бы, что он стал гораздо лучше, потому что бронепробитие, оно разяет, реально. Особенно такое. Ко всему прочему, танчик обладает броней в башне, способной очень хорошо танковать. То есть у него башня практически неуязвимая во многих местах. Пробить ее действительно сложно. Очень хороший УВН, минус 10 градусов. То есть это позволяет ему очень эффективно отстреливать врагов от башни. Это очень хороший навык в нашей игре, который действительно будет полезен. При этом всем стоит отметить, что корпус у него тоже не дырявый, там 127 миллиметров. Тоже можно там кое-что танкануть от восьмерок, там от некоторых девяток. И также стоит отметить, что борта пробить тоже не так-то и просто, 88 миллиметров. Да, танковать ими сложновато. Там нету, конечно, толстенных экранов, как на Суперконе. Хотя вот насчет этого тоже могу ошибаться, потому что там... Ну да, вроде бы экраны есть, но насколько большие они, я не смотрел. И в целом, такой вот хорошо сбалансированный танк по орудию, по броне. А что насчет подвижности? А подвижность у этого танка изначально была хорошая, и вроде как ее не трогали. Вот 16,67 лошадиных сил, уделенная мощность двигателя и 46 максималка, что вполне офигенные показатели. Я бы сказал бы просто отличные показатели. Вот даже если смотреть этот бой, вы можете видеть, насколько танк подвижен, насколько у него стабилизация неплохая. Он, конечно, не едет там как средний танк, но свои 36 километров он держит прям уверенно. 36 километров это весьма неплохо, скажу я вам. То есть такой уверенный, хорошо сбалансированный, во многом даже, я бы даже сказал бы, имбовый танк за счет своей вот этой вот универсальности. То есть есть, конечно, танки, которые хороши в чем-то одном, там, не знаю, как бабаха, способны, ну, сдохнуть за секунду, но при этом и за секунду нанести 1800 урона, если попадет с пробитием. Тут же более универсальная машина с хорошим орудием, с хорошей броней и с хорошей подвижностью. А это очень важно, то есть для большинства боев, может быть, там, вы не будете каждый бой там наносить. Ну, хотя тут сложно сказать, сколько вы будете наносить, но вот не будет такого, что, скорее всего, вот вы за один бой нанесете 10, и сейчас за другой 0. Хотя тут, ну, опять-таки, ВБР, блин, сложно его предсказывать, плохой пример привел. Но, мне кажется, более стабильный этот танк будет дамажить каждый бой, нежели за один бой вливать сверх такое огромное количество урона. Ну, и в целом, в целом, я считаю, что это один из лучших танков на ГК. Но вообще разработчики очень большой такой вот список танков вывесили, вывесили, и есть из чего выбрать. Собственно, болновый аукцион сейчас проходит. Ну, кто попал в нужное количество игроков, и кто может сейчас по фиксированной цене купить этот танк, они уже, скорее всего, его купили, если хотели. Если вы в аукционе, то вы еще можете, кстати, изменить свое решение, то есть отменить свое решение, на какой танк вы поставили, и выбрать другую машину. Но помните, что все-таки, если у вас совсем мало бон, вот мало бон, 10 тысяч, это мало для аукциона, то, наверное, стоит задуматься о приобретении какого-то самого такого непопулярного танка, потому что спрос на него будет поменьше, и, соответственно, и цена на него будет поменьше. А вот на этот танк все-таки цена будет высокая, то есть придется отдать много бон. Но зато вы получите такую вот сильную британскую машину, которая, ну, очень, на самом деле, похожа на супер коня, но по-своему такая хорошая, и в целом сильная, на мой взгляд. Ну, и к тому же, если еще и брать из того, что есть, если вот брать объекта 907, если вдруг вы захотите именно эту СТ-шку, то учтите, что придется приготовить очень много бон. У вас еще есть время, еще пока проходит аукцион, но все-таки советую поторопиться и уже выбрать какой-либо танк, а то можете пропустить этот момент из виду. А на этом я с вами прощаюсь, спасибо, что смотрели, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok